Когда принимают гостей, наводят в доме порядок, угощают самым вкусным и свежим, в общем делают все, чтобы произвести наилучшее впечатление. Глава Парнаула правила гостеприимства знает, а потому временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Томенко привез на территорию исторической части города, где расположен туристический кластер. Во время прогулки по набережной чиновники общались не только друг с другом, но и с прохожими. Ну вот хочется как бы ту часть продлить. Ну, часть все. Как минимум. Обязательно. Вот, ну и побольше, наверное, мусорных баков. А если бы мы не встретились, куда бы отправили свои пожелания? Никуда. Никуда. Прошли, вот побеседовали бы и осталось. У нас знаете, что в администрации города сайт есть? Сайт? Знаем. Можно туда написать. И вот мы тут были, видели. После знакомства с Барнаулом историческим Томенко показали Барнаул современные, новые жилые кварталы, которые строятся в комплексе со спортзалами, детскими садами, школами. По мнению Томенко, хороший пример для других городов края. Между тем, Сергей Дугин обратил внимание исполняющего обязанности губернатора и на некоторые проблемы в Барнауле. В частности, рассказал об отсутствии в детских садах достаточного количества ясельных групп. Мы в этом году начинаем строительство пяти детских садов. У нас пять тысяч детей в очереди. Поэтому к концу следующего года мы введем, у нас будет дополнительно две тысячи почти двести мест. Из них сто десять мест это ясельные группы. То есть мы практически, порядка пятидесяти процентов, мы закроем потребность ясельных групп. Первые впечатления от Барнаула положительные, отметил Томенко. При этом подчеркнул, что видел лишь парадную часть города. Впереди знакомство с инфраструктурой, коммунальным хозяйством и проблемами самих жителей. Много сделано, видно, что совсем за небольшое недавнее время проделан огромный объем работы. Много объектов обновленных, реконструированных по многочисленным программам, которые сегодня федеральное правительство софинансирует или финансирует в основном и обязательно софинансирует и край, и муниципалитеты. Поэтому важно понять, что мы эти деньги осваиваем в правильном направлении, что мы их делаем использованием эффективным. Виктор Томенко и Сергей Дугин возложили цветы к памятнику воинам-освободителям на мемориале славы. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество города и края. По словам Томенко, в этом и заключается залог общего успеха. Елена Кузовкина, Наши новости. Елена Кузовкина, Наши новости.